Друзья мои, всем салют, это я Романыч. Пара слов в начале этого ролика. Несмотря на то, что при создании этого видео меня поддержали ребята из Техно, никакой цензуре этот ролик не подвергался, никакие методички мне не присылали, всё, что я хотел рассказать о этих флагманах Техно, попало в это видео. Ровным счётом, поэтому на такие форматы я и соглашаюсь. Собственно говоря, всё, давайте начинать. Давайте начнём с распаковки. Вот прям вместе с вами хотел открыть аппараты. Вот за кадром не смотрел ничего, этот вообще ещё и в блистере запечатанный, поэтому давайте вместе всё это дело откроем и посмотрим. Это первое моё знакомство с компанией Техно в плане флагманов. До этого у них и в целом-то флагманов не было, да? Ну и до меня эти аппараты не доходили, они реально свежак. Здесь первое, что бросается и что кого-то пугает, кого-то удивляет, кого-то недоумевает, это, конечно, задний вид, задний блок камеры. Он реально сумасшедший. Слушайте, здесь ребята из Техно, ну прям, конечно, вообще ни разу не боятся. Очень смелые пацаны. Вот прям вот таких вот два глаза врезали и вообще ни о чём не задумались. Типа вот, пожалуйста, смотрите, вот такой наш взгляд на внешний вид. По мне, да, как это всё дело выглядит? Это дико необычно. Давайте будем откровенны. Это дико необычно. Это, наверное, может быть чуть-чуть пугающе. Но, с другой стороны, когда ты смотришь на девайс, который в данный момент продаются в магазине, ты такой, типа, ну это хотя бы как-то из серой массы выделяется. То есть, типа, вот ты положил его на стол. Это невозможно спутать с пикселями. Это невозможно спутать с Sony, Xiaomi, с Realme. Нет, это Техно. Это Фантом. Он реально, он Фантом. Вот и всё. Вот коротко, что можно сказать. Единственный нюанс, что когда ты вставляешь вот таких вот два огромных глаза, потом придётся отвечать. Слушайте, вот такие вот две дырки, они смотрятся вот прям максимально так вот основательно в плане камеры. Ты думаешь, ага, вот это да, вот это туда засунули модули. И вот это вот интересно будет посмотреть на практике, что из себя демонстрирует. Как бы вот здесь не было разбега на рубль, а вот потом бы удара бы на ту самую копейку не случилось. Значит, зарядник на 45 ватт в комплекте. Есть такое дело. Ну и, я так понимаю, Type-C-шник, да? Type-C-шник у нас тоже здесь есть. Ну да, разумеется, Type-C-шник есть. Поэтому единственное, что нас с вами интересует, это чехол. Положили ли в комплект и нужен ли он вообще здесь? Да, он реально нужен. Притом, что он, кстати, здесь интересный. Ах ты, так это флагман, да? Это флагман, и чехол он на самом деле здесь дополняет. Он такой, кстати, интересный материал. Это не под кожу. Это... Ну да дальше не резина. Так, значит, это Phantom X2. Получается, младшенькая версия. Мы с вами перебираемся к вообще еще даже ни разу не распечатанному, ни мной, ни кем, Phantom X2 Pro. Ага. Есть такое дело. Кстати, на задней стороне и там, и там написаны спеки. Здесь у нас амоледка 6,8 дюйма, 120 Гц. Ничего, опять же, удивительного. Да, это все-таки флагман. Батарейка 5 160 мАч. И там, и там. А вот дальше идут различия. То есть процессор, дисплей и батарейка. Они одинаковы. А в плане камеры и еще в плане некоторых моментов есть различия. И в этом видосе мы обязательно все эти вещи разберем. Открывается абсолютно так же. Здесь ничего нового. По сути, то же самое, только что мы сейчас с вами видели. Дизайн должен быть абсолютно такой же. Единственное, насколько я помню, эти девайсы отличаются по цветам. Ну, по крайней мере, у нас 100% они отличаются. Здесь у нас уже вот такой вот максимально строгий, черный. И плюс модуль, который выдвигается. Последнее, что я хотел глянуть, именно у Фантома X2 Pro, это зарядка. Блок зарядки. Не отличается ли он от Фантома X2? Нет. Абсолютно такие же 45 Вт. В этом плане они одинаковые. Да и в целом они максимально похожи. Так что сейчас будем в этом видосе разбираться с нюансами. А они здесь по-любому есть. Ну, потому что иначе нахера бы они выпускали две разных модели. Прошло две недели с момента распаковки. За это время я успел заболеть, отхилиться. И теперь уже к вам возвращаюсь с опытом эксплуатации двух этих девайсов. Сегодня поговорим о дисплее, поговорим о камере, поговорим о производительности, поговорим о автономности. Ну и, наконец-таки, поговорим о том, чем отличаются два этих смартфона. Погнали. Первое, что предлагаю обсудить, это дисплей. 6,8 дюйма диагонали там и там, амолед матрицы и частота обновления 120 Гц. Здесь, на самом деле, без сюрпризов. С дисплеем все хорошо. Единственный нюанс, что, понятное дело, вот под такими углами чуть-чуть уходит в зеленые тона. Но это не критично. Здесь покатые края, за счет этого создается эффект отсутствия боковых рамок. Тоже достаточно смотрится интересно прилично. Верхние рамки небольшие, они достаточно такие аккуратненькие. Вырезы под фронтальную камеру. Здесь нам с вами уже до боли вся эта история знакома. Ну и, наконец-таки, очень сочная картинка. Вот, что хотелось бы отметить. Я ожидал, что качество амолед матрицы здесь будет несколько другое. Здесь картинка реально сок. Мне прям очень понравилось потреблять контент с этого дисплея. 120 Гц отрабатывают как надо. Можно поставить автовыбор. То есть, у вас будет динамически изменяться эта частота обновления. Яркости даже на солнце хватает. Шим отсутствует. Ну, точнее, если правильно сказать, он минимальный. То есть, это один из самых низких шимов на флагманах. Это я вам точно гарантирую. В этом году мы с вами уже видели флагманы, которые выжигают глаза. Железо здесь следующее. Интересное, экзотическое. Demensity 9000 стоит сердце. Стоит цепешка, стоит камень внутри. Ну, процессор, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. И 8 гигов оперативы отгрузили Tecno Phantom X2. И X2 Pro отгрузили целых 12 гигов оперативы. И ту, и ту оперативку можно еще расширить дополнительно 5 гигабайтами. Это уже будет виртуалочка. Кому-то она нужна, кому-то она особой погоды не делает. Но знаете, что в целом можно здесь получить 17 гигабайт оперативной памяти. Здесь можно получить 13 гигабайт оперативной памяти. Накопители абсолютно одинаковые. И там, и там 256 гигабайт идут в базе. Что касается Demensity 9000. Давайте начнем с того, на что похож этот процессор. Он похож прямо отчетливо на Snap 8 Gen 1. Он набирает абсолютно такие же баллы в Antutu. Кстати, что важно, вот плюс-минус очень похоже. Он себя показывает в играх, очень и очень похоже на Snap 8 Gen 1. Он себя ведет в плане нагрева лучше, чем Snap 8 Gen 1. Вот здесь вот они отличаются. Ну и он, наконец-таки, в играх не тушит свет. Вот что важно. Я, значит, запустил Genshin Impact. Катал около 20-25 минут. И я вам так скажу, что мало того, что никаких просадок не было в целом. То есть это стабильная максимальная графика. Хотя я поставил максимально возможные настройки. И 60 FPS вот, ну, ни разу не жалел девайс. И здесь мы с вами получили очень плавную картинку. Очень плавную графику. Так еще и важно, что после, там, 20-минутной катки, 25-ти минут. Он не потушил свет, вот сколько-то я заходил, да, по яркости дисплей был, вот, как только я заходил в Genshin, вот сколько светило, вот столько же светило и после 25-минутной катки. В то время, как на Snap 8 Gen 1 вы прекрасно помните, что уже буквально после 8-10 минут яркость начала снижаться, потому что он перегревался. Нагрев ЦП составил около 59-60 градусов максимально. Вот что важно. То есть 60 это единственное ядро, которое вот конкретно раскалилось. Да, я соглашусь с вами, что это не слабый показатель. Но, с другой стороны, мы с вами прекрасно помним, что показывал Snap 8 Gen 1 при максимальных настройках 60 FPS в Genshin. Это было явно не меньше. А что-то мне подсказывает, даже было больше. Поэтому, в целом, Dimensity 9000 оставил в приятные впечатления. Никаких нет вопросов в плане игровой производительности. На максах хорошо себя показывает. Это высокий FPS, максимально плавная графика. Хорошо все у него со светом. Не так сильно нагревается. Ну, точнее, в пределах адеквата нагревается. Ну, и в обычной повседневной жизни тоже себя достаточно уверенно ведет. Никаких проблем не было вообще замечено. Он очень хорошо себя чувствует во всех возможных, даже тяжелых приложухах. Набор камер здесь следующий. У Phantom X2 основная 64 Мп. Ширик с автофокусом на 13 Мп. Плюс 2 Мп. Заглушка, глубина, как говорится, для портретов. Селфи-камера на 32 Мп. Phantom X2 Pro основа на 50 Мп. 50 Мп у нас стоит здесь телевик-портретник. Плюс 13 Мп ширик. Но здесь не уточняется, что есть автофокус. Селфи-камера точно так же на 32 Мп, как у Phantom X2 обычного. По основной камере ситуация следующая. На X2 Pro мне больше понравилась передача цветов. Первый момент. Баланс белого, как здесь настраивается. Второй важный момент. Ну и наконец-таки вот в целом хочется сказать о фотографиях, что они получаются какие-то более благородные. Есть у них какой-то вот такой вот флагманский шарм. В то время, как на обычном X2 стандартные середняковые фотографии. Телевик-портретник эксклюзивно на X2 Pro. Если мы говорим о просто оптическом зуме, то он 2,5 здесь и особо сильно погода не делает. Но когда мы этот зум применяем на портретах, вот тогда здесь погода конкретно меняется. Причем настолько с темной вот этой серой на солнечную, что я, честно говоря, прям офигел. Очень-очень достойные получаются снимки. Понятное дело, что многие флагманы в этом ценовом сегменте, где варится X2 Pro, тоже умеют такое делать. Но, опять же, на Техно, вот именно такого модуля я особо сильно не ожидал. А вот они взяли сюда его, поставили. Так он еще и так прикольно выдвигается, жужжит. То есть это получается такой модуль. Фантом. Настоящий фантом. Просто вот оттуда, из преисподня, откуда-то достает свою голову, паузу донул фотографию и назад сюда залез. Короче, как телевик это достаточно простенько, 2,5, хотя этот цифровой зум можно сделать 20-ку накрутить. А вот как портретник прям отлично залетает. И это не сравнится с теми портретами, которые рисуются с помощью алгоритмов. Фронталки здесь на 32 мегапикселя. Не могу сказать, что прям хватают все звезды с неба, но ведут себя достойно. Я видел девайсы флагманского ценового сегмента, которые по фронталке хуже, чем Техно. Здесь у нас и искусственный интеллект нормально отрабатывает, хороший цвет и тон кожи. Детализация на уровне, вообще не могу подкопаться. Да, есть некоторые вопросы с тем, как он работает с солнцем, но на самом деле всем фронталкам тяжело на солнце. Всем, без исключения. Ну, кроме там вообще каких-то прям конкретных флагманов. Вот. А так хорошо себя ведет при солнечной погоде. В домашних условиях, когда немножечко недостаточно освещения, тоже не ударяет грязь лицом. Нет сильных шумов. Хорошая тоже детализация. Это классная цветопередача, поэтому за фронталку я просто могу сказать здесь, что пойдет, поедет, покатит. Молодцы. Съемка видео без сюрпризов. 4К 60 фпс снимает, но стабилизации нет вообще никакой. Даже электронная ничего здесь не помогает, никак не приспосабливается. Отсюда, конечно, прям максимально трясущаяся картинка. Да, можно поставить режим суперстабилизации, но ты сразу сжираешь абсолютно все повышенные эти фпс. У тебя сразу все падает на тридцатку. Ну и само разрешение даже не 4К, а Full HD. 4К, 4К 60 фпс. Вот примерно как-то так выглядит картинка. Солнечный весенний денечек. Вот такая вот красота. Динамический диапазон давайте проверим. Кстати, что интересно, фокусное расстояние и угол захвата, наверное, даже так правильно сказать, на X2 Pro будет побольше. Видите? Чуть меньше захватывает X2 обычный. Но по картинке, сами судите. Давайте посмотрим, что на солнце, как он справляется здесь. HDRчик. Работает, не работает. Ну и стапчик. Стапчик. Пытаемся проверить, что здесь, как и почему. Мне кажется, чуть сильнее картинка трясется на X2 Pro. Такое ощущение, что на X2 чуть меньше трясется. Ветерочек, кстати. Вот проверка автофокуса. Автофокус работает. Автофокус прям, так скажем, силен. Какие-то странности при записи звука на видео. Ну то есть вы слышали, что как-то вот пережимает, перегружает, перекомпрессирует звук телефон. И отсюда вот сама картина звука максимально резкая. Вот прям что-то режет уши тебе. Может быть с обновлением поправят. Может это такая особенность. Режим суперстабилизации. Full HD. 30 FPS. Я ожидал, что все-таки 60 FPS завезут. Но не тут-то было. Ограничивается всего лишь 30-точкой. Иду сейчас вот так вот размеренно. Два телефона держу. Не сказать, что особо сильно шатаю, но при этом и не щажу. Вот примерно какая-то такая картиночка у нас здесь выплывает. Давайте прибавим шагу. Посмотрим, насколько стабильно он уже при такой быстрой походочке работает. Вот давай сейчас как раз-таки глубко попробуем зафиксировать. Опа. Улетел. Звук и вибро. Давайте начнем со звука. Здесь стоят монодинамики. На самом деле 2023 год какой-то амбассадор монодинамиков, эпидемия монодинамиков нас с вами настигает. Здесь вот техно решили поставить свои флагманы моно. И я вам так скажу, что здесь ей рассказывать нечего. Что касается вибрации, ну она здесь абсолютно стандартная, дефолтная. Вот просто обычная вибрация. Вот даже близко ничего нет. Линейный вибромоторчик сюда не завозили. Поэтому какого-то благородного тактильного отклика при печати текста здесь не наблюдается. Ты себя в этот момент чувствуешь на обычном среднебюджетном смартфоне. Никаких фантастик здесь сюрпризов не произошло. Автономность. 5160 мАч у X2 Pro и 5160 мАч у X2. То есть нет абсолютно никакой разницы. Ну и также и там и там, как мы с вами уже видели при распаковке, идут в комплекте 45-ваттные зарядки. Вся эта красота заряжается от 0% до 100. Всего лишь за 1 час 10 минут. Касаемо самой батарейки. Обычный стандартный день использования. Примерно около 7,5-8 часов экранного времени. Что как вы понимаете, это вот в принципе обычная стандартная история для флагманов, где есть 5000 мАч. Ну а по ощущениям, я так скажу, что Dimensity 9000 чуть будет поинтереснее в плане энергоэффективности, чем Snap 8 Gen 1. Вот то есть у меня были девайсы на Snap 8 Gen 1 на батарейке 5000 мАч. Они где-то выдавали около 7 часов экранного времени. Тому подтверждение Poco F4 GT. Здесь же чуть-чуть побольше выдает, ближе к 8. Что бы я выбрал из двух этих девайсов? Ну смотрите, X2 Pro подкупает свои камеры. При том, что в обычной повседневной жизни хорошо снимает. И портреты у него реально особенные за счет специализированного модуля. Но вот у X2 поинтереснее съемка видео. Здесь мне кажется бесполезно отрицать. Стабилизация, ну видосы снимают они одинаково. А вот стабилизации на X2 больше. При 4К 60 FPS хоть как-то на это все дело можно смотреть. Во всем же остальном они идентичны. Кроме оперативной памяти, ну опять же непонятно сделает она вам погоду или нет. Эти 4 гигабайта дополнительно. Звук одинаковый, дисплеи одинаковые, чипсеты одинаковые и накопители. Памяти абсолютно одинаковые, 256 гигабайт и там и там. А разница между ними по цене 20 тысяч рублей. И вот здесь стоит задуматься, готовы ли за все вот эти вот навороты камеры переплатить 20-ку. Вот это вот на самом деле большой вопрос. Мне очень понравилось, как на X2 Pro себя показывает камера. Но готов ли я сам лично отдать 20-ку, вот здесь начинаешь прям конкретно чесать репу. Чтобы я допилил в этих девайсах, однозначно монозвук. Я думаю даже здесь объяснять не надо. Но то, что стерео, оно должно быть по умолчанию в 2023 году. Вибро стоит обязательно ему уделить внимание. Надо поставить сюда линейный вибромоторчик. И это вообще тоже выведет сразу флагманские девайсы техно на новый уровень. Ну и еще здесь из-за допилов, да. Наверное все-таки стабилизацию было бы неплохо завести, хотя бы электронную при съемке видео. Ну и микрофоны тоже железно нужно допиливать, потому что ну прям режет слух собеседнику. Это касается и кружочков, и войсов в Телеграме, и не только в Телеграме, и в Ватсапе, и в ВК, и так далее, и так далее. Да даже при съемке видео всю эту историю сегодня вы слышали. Это надо-надо обязательно допилить, и тогда уже будет интересно. Пишите ваше мнение в комментариях по поводу вот этих необычных флагманов от техно. Давайте вместе пообсуждаем. Подписывайтесь на канал, лепите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видосы. Ну а я погнал снимать что-то свеженькое. Все, давайте, красавцы. Пока.